Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вам познакомиться с книгой «Щенок, с которым никто не дружил». Это произведение написано венгерским писателем Юла Урпан. По одноименной пьесе неоднократно ставились спектакли. Она очень хорошо знакома читателям разных стран. А у нас в России ребятишки и взрослые знают ее по мультфильму «Голубой щенок». Предлагаем вам познакомиться с новой редакцией этой книги с замечательными иллюстрациями Вадима Челока. Итак, что же произошло однажды утром на ферме? Эта история началась на ферме в сорока километрах от города, а точнее в утке, находившейся на этой самой ферме. Там жила собака по кличке Марджи, которая в один прекрасный день произвела на свет трех щенков. Первым эту новость узнал петух, как раз в это время совершавший послеобеденную прогулку. И тотчас радостным кукареканием взбудорожил всех обитателей фермы. «С чего это вдруг петух расшумелся?» – подумал фермер. «Надо пойти посмотреть». Он водрузил на голову широкополую ковбойскую шляпу, раскурил трубку и вышел во двор. А в это время Марджи уже купала новорожденное в заранее приготовленном умалированном тазу. «Ой, я смотрю, у нас прибавление!» – обрадовался фермер. Он погладил Марджи по голове. «Ну-ка, ну-ка, показывай своих отпрысков!» Марджи вытащила из стана серого щенка, который сразу же приветливо завидел хвостиком. «Ух ты, какой красавец!» – восхитился фермер. «Ты дашь ему имя?» – спросила Марджи. «Конечно!» – фермер на минуту задумался. «Назову-ка я его Серпо. Правда, это и необычно дают лошадям, но оно ему тоже очень подходит. Давай следующего». Второй щенок светло-коричневый тоже очень понравился фермеру, который тут же назвал его Джульбарсом и пожелал расти большим и сильным. «Прекрасно!» – воскликнул он, попущивая трубкой. «А я смотрю, там еще один!» «Да!» – засмущалась Марджи. «Только знаешь, он не совсем такой!» «Что значит не совсем такой?» – напустился на нее фермер. «Давай, показывай!» Марджи боязливо вытащил из стаза третьего щенка, у которого был такой же черный носик, как у его братьев. Но все остальное…» Фермер поперкнулся дымом и натужно закашлялся. «Что это?» – с трудом выдохнул он. «Или у меня в глазах рябит, или я схожу с ума, ведь этот щенок весь синий, с головы до кончика хвоста». «Действительно, синий!» – ровкая пролепетала Марджи. «Ну так и что? Ты ведь дашь ему имя?» «Еще чего?» – разозвелся фермер. «Чтобы такое чудище разгуливало по моему двору?» «Да от него же лошади будут шарахаться!» «Коровы перестанут давать молоко!» «В общем, я тебя предупреждаю!» «Чтобы завтра духу его тут не было!» «Иначе я прогоню отсюда тебя вместе со своим семейством!» «Понятно?» «Ничего не понятно!» – встречал Петух, который наблюдал всю эту сцену, сидя на заборе. «Вместо того, чтобы радоваться, что ты стал обладателем единственной в мире синей собаки, ты еще тут выпендриваешься!» «Это твое дело!» – огрызнулся фермер. «Свои порядки у себя в курятнике устанавливай!» «Ах, вот как!» – вспылил Петух. «Но тогда я возьму твою шляпу, в нее очень удобно яйца откладывать!» Он сорвал с головы фермера шляпу и, хлопая крыльями, пустился на утек. «Стой, парширец!» – заворал фермер, бросая за ним догонку. А Серко и Джульбар тем временем затеяли в веселую возню, не обращая внимания на своего брата, который уныло сидел возле будки. «Ты что расстроился?» – спросила Марджи. «Успокойся!» «Что из того, что этот глупый хозяин не дал тебе имени?» «Я сама это сделаю. Я назову тебя Питер». «Питер Лазурный!» «Ну как?» – здорово! – обрадовался синщинок. «Ну, мама, а как же?» «Не волнуйся!» – сказала она. «Как бы ни грозился наш хозяин, я никогда от тебя не откажусь. А если он и впрямь нас прогонит, мы найдем себе другого хозяина». «Ну, погоди, я все-таки попытаюсь его уговорить». И она робко, поджав хвост, направилась к дому. А Питер Лазурный поглядел на своих увлеченно резвящихся братьев и гористом вздохнул. «Нет, никому я здесь не нужен. Хозяину я не нравлюсь. И из-за меня у мамы могут быть большие неприятности. Значит, мне нельзя здесь оставаться. Придется уйти отсюда. Пойду искать тех, кому нравятся синие собаки». В это время послышалось хлопанье крылья, и на забор взлетел петух. «Я все слышал!» – сказал он. «Ты прав. Тебе нельзя здесь оставаться. Но прежде, чем ты уйдешь, я научу тебя различать буквы и цифры. Зачем?» У них вдумевающих покрутил головой щенок. «Ты должен знать!» – пустился в объяснение петух. Петух следев на землю, что весь мир наполнен буквами и цифрами. И тому, кто их знает, легче освоится в этом мире. Сейчас я тебе все покажу. Смотри и запоминай. Найдя подходящую веточку, он начертил на земле все буквы алфавита – от «А» до «Я» и объяснил, как они произносятся. Затем последовали цифры. Под конец петух проэкзаменовал своего новоиспеченного ученика и, убедившись, что тот хорошо запомнил урок, удовлетворенно кивнул. «Молодец! Теперь я за тебя спокоен!» Он пожелал щенку счастливого пути, а затем, снова взлетев на забор, долго смотрел ему вслед. Щенок отправился в путь. Он все-таки ушел с фирмы. Но какие приключения, возможно, неприятности или трудности ждали его на долгом пути, вы можете узнать, придя в библиотеку, в нашу библиотеку, в Аравинскую детскую библиотеку номер 11, и взять книгу «Щенок, с которым никто не дружил».